Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители! На этой неделе еврейский народ будет отмечать веселый праздник Пурым, поэтому я решил посвятить нашу сегодняшнюю лекцию Мегелат Эстер, свитку Эстер. Это тот свиток, который мы читаем вечером и днем Пурым, свиток, в котором рассказывается сама история Пурама. Поэтому я решил рассказать, поделиться с нашими слушателями некоторыми интересными идеями, свиток Эстер написан был самой Эстер. Так написано в самом свитке, что Эстер записала всю эту историю. На самом деле, интересно еще один момент, что хотя вроде бы составил свиток был самой Эстер, поэтому он называет свиток Эстер, но вот именно в таком виде, как он у нас есть, его потом записали мужья Великого Собрания, это уже более эпоха Второго Храма. То есть, по всему, видать, составленным был самой Эстер, но именно записаны, именно подробно все эти слова, эти слова были записаны уже мужьями Великого Собрания, в которые включены были и пророки. Переводится, что свиток написан Беру Хакой Душу. Хакой Душу словно переводят как бы Святой Дух, имеется в виду, что он не считается свиток как пророчеством, в том смысле, что Бог не продиктовал этот свиток. Пророчество, это значит, что как бы Бог до пророка давал специально, что сказать. Здесь он не продиктовал, однако, свиток написан порочественным духом, и действительно очень много параллелей, много интересных вещей в этом свитке. Число, кстати, есть точная дата, приводится, что первый раз он был записан в 2405 году, то есть, это эпоха перед началом Второго Храма. Что бросается в этом свитке? Бросается в глаза, что ни разу не упомянуто имя Всевышнего. Ни разу ни слова не написано про Всевышний, то есть, исторически, если так просто прочитать, это просто интересная история, и ни разу не упоминают никакие-либо упоминания о какой-то Всевышнем Силе, просто история, которую, конечно, все можете ознакомиться. Это не тема моего урока «Рассказы заново историю». Почему действительно Эстер ни разу не написала имя Всевышнего, простое, самообъяснение, это то, что этот свиток был написан во времена, когда евреи еще жили в Пресидской империи, и, как и написано в самом конце свитка, что есть похожая вещь записана в летописях Пресидских царей, поэтому он должен был как бы политически быть правильно написан, поэтому они не хотели упоминать какие-либо религиозные доводы, имя Всевышнего поэтому опущены. Есть, которые говорят, что поскольку это чудо произошло за пределами Святой Земли, поэтому мы как бы не настолько чувствуем Всевышнего, поэтому имя Всевышнего не упомянуто. Есть, которые говорят, что поскольку история Пурма по-своему очень печальна, потому что Эстер, хоть она и спасла еврейский народ, но в конечном итоге Эстер, которая простая еврейская девушка, в итоге она оказалась замужем за Пресидским царем, что это печально, и с точки зрения едаизма для неё это было большое горе, у неё просто, может быть, не было выхода, и есть разные объяснения логически, какое она имела право это делать, но в конечном итоге это печальная история, поэтому Всевышнего имя как бы мы не хотим упоминать в таком печальном, из-за этого печального момента мы не хотим упоминать имя Всевышнего. И ещё одно объяснение, которому будет на самом деле более посвящён на этот наш урок, что всё чудо Пурому произошло завуалировано. В отличие от исхода из времена Пейсаха и многих других чудес, когда были чёткие чудеса, которые можно было показать пальцем, что вот было чудо, Пурым Всевышнего сделало всё завуалированное, то есть если кто-то хочет, нужно просто совпадение, ещё одно совпадение, ещё одно совпадение, ещё одно совпадение, и пронесло, должны были иные погибнуть, они не погибли. Именно поэтому специально не написали имя Всевышнего, потому что всё чудо было завуалировано. Но с другой стороны, нам мудрецы наказали и приказали, каждый еврей обязан прослушать весь этот свиток, причём два раза в Пурым, и даже если кто-то пропустил одно слово, ему надо заново перечитать. Почему? Потому что основная идея этого свитка – это научить нас, что же произошло, какие бы чудеса. То есть с одной стороны, имя Всевышнего не упомянут, а с другой стороны, каждое предложение, комментарии говорят, что каждое предложение этого свитка в себе несёт какие-то чудеса, какое-то божественное совпадение, почему так, почему так, просто так в этом свитке ни слова лишнего нету, с точки зрения истории, исторической важности. И я хотел поделиться некоторыми нюансами, которые, на мой взгляд, на первый взгляд, может быть, не бросаются в глаза, но комментарии приводят вещи, которые, на первый взгляд, кажется совпадениями, которые нас научат, какие были действительно чудеса, скрытые чудеса, насколько Всевышний очередной раз показал любовь свою к нашему народу. Начнём с начала. Начинается свиток, что Ахашвейреш правит на 127 государств. Это подчёркивается, чтобы знать, что эта история происходила во времена Ахашвейреша, которым подчиняли все евреи. Подчёркивается, что если бы Хасвайшалом сто раз этот самый замысел Амана был воплощен в жизнь, от нас бы действительно ничего не осталось. В отличие от других антисемитов, не хочу их не именно упоминать, которые пытались, надеялись, у них не было возможности всех уничтожить, потому что не были все евреи под их подчинение. Здесь, начинается свиток, Ахашвейреш руководил, грубо говоря, руководил всем цивилизованным миром на тот момент, от Индии до Эфиопии. И даже, если может быть, на американском континенте индейцы уже жили, но еврейских индейцев там ещё явно не было. И поэтому подчёркивается, что действительно евреям суждено было бы полностью быть уничтожено. И начинается пир на весь мир. Ахашвейреш делает пир, по идее, вроде бы безобидный пир. Наши мудрецы объясняют, что Ахашвейреш в одному из объяснений праздновал победу над евреями. По его подсчётам прошло уже 70 лет, пророк пообещал через 70 лет евреям вернуться. По подсчётам Ахашвейреша 70 лет уже прошло. И Ахашвейреш праздновал полное подавление евреев. Написано нашему дуэцегуя, что он на этом банкете раздавал красивые вот эти золотые сосуды из храма. То есть еду подавали вот этих золотых сосудов. В храме было очень много золотой утвари. Сам Ахашвейреш по одному из мнений носил на себе одежду Коэнгадоли, предсвященника. Ту одежду, которую мы недавно совсем читали в «Недельной главе». То есть идея этого пера, этого банкета была унизить и опозорить евреев. И поэтому, когда евреи туда пришли, наши мудрецы говорят, одно из объяснений, именно поэтому они заслужили быть уничтожены. Ведь точно так же, просто так ничего не случается. Почему же действительно Всевышний был на грани уничтожения евреев, потому что одна из причин, что евреи пытались полностью стать как все, прийти со всеми неевреями, со всеми. И это наказуемо, если, как говорится, Всевышний говорит, что если вы хотите быть как все, так вас тогда не будет. С другой стороны, хотя этот банкет служил, этот пир служил началом конца, хасвы, шалом, евреи могли полностью быть уничтожены. Но с другой стороны, во время этого же банкета пира погибла Вашти. Жена Ахашвейши, надо не забывать, что она была внучкой на выходной от царя, она была действительно иссадских царей, иссадских кровей, в отличие от самого Ахашвейши. Она гибнет. И кто, кстати, комментарий говорит, кто посоветовал Ахашвейшу ее убить, это был Аман, потому что Амана была дочка на выданье. И поэтому у Амана была идея убить Вашти, дать свою дочку, подставить свою дочку, чтобы у тебя будет моя дочка замуж на Ахашвейши. Это не удалось. Но интерес наши мудрецы подчеркивают, что Ахашвейши в том же момент, когда евреи грешили, и Всевышний, если так можно сказать, разозлился, не хотел их уничтожить, Всевышний с другой стороны уже приготовил план действий, как их спасти, если надо будет. И тоже интересно, что тот Аман, который в конечном итоге хотел уничтожить евреев, он сам себе все подготовил, он убил Вашти, и таким образом Эстер становится царицей. То есть все эти, еще раз, завуалированные совпадения, чудеса, которые наши мудрецы просто раскрывают. Интересно, что после этого пира, когда убили Вашти, царь Ашвереш разосла по всей стране приказ, новый приказ, что в каждой семье править должен муж, и более того, написано, что надо, он что-то говорить, надо на его языке. Почему это нам Нигил это рассказывает? Потому что таким образом народ понял, с кем мы имеем дело. Потому что это идиотизм, что когда царь выдает указы, кто в семье должен править, и народ понял, что у нас такой царь. это самое, немножко глупый, так это специально все было тоже час всевышнего плана, чтобы пусть народ знал, что когда в конечном итоге Ашвереш поменяет свои планы и не будет убивать еврейский народ, так народ тоже не будет удивлен, и евреи будут спасены. После этого упомянуто еще один, упомянуто буквально два предложения, маленький момент, что два стражевых хотели убить Ашвереша, Мардахай спас жизнь, кстати, рассказывается, как он ее спас, потому что Мардахай, он был частью Сан-Эдрина, и он знал все 70 языков, и поэтому, когда эти два подданных разговаривают на своем языке, Таршиш, они не поняли, что Мардахай их понимает, таким образом, Мардахай подслушал их разговор, спас жизнь Ашвереша, почему-то Мардахая не отблагодарили, что не вписывается ни в какие интеллигентные цари, никогда, если кто-то их спас жизнь, чтобы сразу не отблагодарили, опять-таки, это еще одно божественное совпадение, после этого, Мегелат-Эстер плавно переходит в Амана, история Амана, на самом деле, если вы аккуратно читаете, уже Всевышний, с одной стороны, Всевышний сейчас готов, давайте скажем, испугать евреев, если не уничтожить, с другой стороны, уже подготовлен план действий, как их спасти, потому что Эстер становится царицей, и Мардахай уже спас жизнь царю, это уже, как бы, подготовлено, и так, Аман заставляет всех кланяться, Мардахай ему не кланяется, надо понимать, это интересный момент, с точки зрения Аллахи, почему Мардахай не кланялся, почему все кланяли Мардахай не кланялся, есть разное объяснение, есть объяснение, которые, что у Амана был на его теле, у него были изображения каких-то идолов, есть, которые говорят, что Мардахай был потомком, Мардахай был потомком Беньямина, она была из колена Беньямина, Беньямин, это единственный из колен Якова, который никогда не поклонился Эйсом, он еще не родился, Рахель была тогда беременная, поскольку Беньямин никогда не кланялся, не кланялся потомком Эйсава, так у Мардахая в крови было вот это не кланяться, не покориться и получается, если так по-простому читать Мордехай, из-за Мордехая все эти проблемы начались потому что Мордехай не кланялся а теперь Аман разозлился и теперь Аман решает уничтожить весь еврейский народ что делают евреи этот пур, который Аман бросал, это было за два дня до Песоха Мордехай срочным порядком через Эстер они устроили трехдневный пост это тоже очень важный момент на самом деле Эстер была царицей и так далее зачем сразу поститься, более того, они постились три дня, значит они постились в Песе они не кушали мацун, они не пили бокалы они нарушали законы Торы, тем не менее они мгновенно объявляют пост они показывают Всевышнему, что они раскаиваются, они осознают свои ошибки это было, то есть пост это самое хорошее раскаяние, если они нарушили потому что они кушали вот это, пошли они на пир поэтому пост раскаяние и стирается, интересно, что на небесах происходил вопрос опять, когда мы говорим на небесах это образно, как бы на небесах был вопрос спасти евреев не спасти и написано, что в ту ночь Tisch не спал так, в медесах написано, что когда в Мегилат FDA хоть мы и сказали в начале этой лекции, что и имя Севышнего не упомянуто но когда в майилата FDA написано Мелах царь подразумевается Всевышний тоже когда написано Царь Ахашверош подразумевается Ахашверош но когда написано просто Царь подразумевается Всевышний тоже И надо иметь в виду, что когда написано в эту ночь не спал царь, это образно говорится как бы не спал Всевышний, это была ночь Песоха, и именно в эту ночь на небесах решалась судьба еврейского народа, и бедный Ахашвеш, которому не спалось, чисто случайно ему не спалось, чисто случайно они открыли летопись, и чисто случайно они узнали, что Мартыха никогда не поблагодарили. Малбим, один из комментариев говорит, что это тоже была часть великого плана, если бы Мартыха сразу поблагодарили, так нечего было бы читать. Произошло, давайте назвать это мини чудом, что почему-то Мартыха не поблагодарили, почему-то именно открыли книжку именно на той странице, почему-то именно по совпадению Ахашвеш прочитал, и говорит, о, наверное, надо отблагодарить Мартыха. В этот же момент приходит Аман, тоже чисто случайно всё, который Аман приходит повесить Мартыха, Аман приходит к царю по совету своей жены, чтобы наоборот Мартыха повесили, и всё переворачивается, вот это называется Вена Апаху, всё перевернулось. Надо тебе просто чётко давать себе отчёт, что чисто случайно, чисто случайно, евреи заслужили наказание из-за своих грехов, и евреи заслужили спасение, потому что они раскаялись. И после этого, после этого всё переворачивается, Аман вместо того, чтобы вешать Мартыха, он ведёт коня, на котором едет Мартыха. Интересно, я читал, сейчас недавно выпустили биографию Рабхаем Каневского, уже почти год назад еврейский народ потерял великого раввина Рабхаем Каневского, и вышла замечательная книжка о его биографии. И в самом начале этой книги приводится просто проиллюстрировать, кто такой был Рабхаем Каневский, так приводится, что его внук, Рабхаем Каневский, внук спросил, дедушка, скажи, пожалуйста, когда Мартыха ехал на коне? Получается, Аман вёл этого коня, кричал, что так будет сделано с тем, кого царь хочет облагодарить. Так скажи, дедушка, ты думаешь, что Мартыха понимал, он давал себе отчёт, что сейчас всё перевернулось, спасение еврея, всё хорошо. И Рабхаем Каневский сказал, что мне кажется, что Мартыха, когда его везли на коне, он думал, оставьте меня, перестаньте с вашими глупостями, дайте мне вернуться в Бетмедраж, учить Тору. Рабхаем Каневский, он был выше всего этого, тем более Мартыхай, Рабхаем Каневский говорил, что скорее всего Мартыхаю не нужен был этот почёт, Мартыхай просто хотел вернуться к своей, как говорится, геморре, как называется. Но это между прочим. Однако, все вернулось, евреи раскаялись, и после того, что повернулось, Аман действительно повесили Амана, повесили его 10 сыновей. И не могу не упомянуть, что если вы посмотрите, в свитке Эстер, очень просятся в глаза, там, где-то, в последней трети, Перечислены 10 сыновей Амана, которые были повешены, и там есть три маленькие буквы. Когда их перечисляют, там есть три маленькие буквы, там одна большая буква, это Вов, И три маленькие буквы, и есть кто-либо говорят, что это намёк, и три буквы, если посмотрите, Три буквы, которые там написаны, это Тов, Шин и Зайн. Это специально, как бы специально так надо писать, Тов, Шин и Зайн. По нашему обычному, по еврейскому летоисчислению, это 707 год. По обычному летоисчислению, это конец 1946 года. Это тот год, когда были повешены 10 нацистских преступников. Причём, это я сегодня только увидел в одной книге, если я посмотрю, их числовые значения точно совпадают с числовыми значениями 10 сыновей Амана. То есть, если я посмотрю, любой свиток Эстер, который был написан сотни лет назад, в нём маленькими буквами выделен 1946 год, именно это тот год, когда были повешены 10 немецких преступников. Ещё один намёк, что хоть и свиток, на первый взгляд, это история, это пророческая история, в которой есть очень много намёков. Там, кстати, печальный есть намёк, там в начале и в конце свитка Эстер есть большая буква ТАВ и большая буква ХЭС. И это, кстати, это получается 1646 год, это, к сожалению, год погрома Богдана Хмельницкого. Там такой тоже намёк есть. Некоторые говорят, что несмотря на то, что в времена Пурома среди евреев никто не погиб, но много-много лет спустя много евреев погибло, это были те же души, и с разной версией, конечно, мы не знаем, но да, мы знаем, что это очень святой свиток, в нём очень много скрытого, кроме того, что комментарии говорят. И написано, что даже после прихода Машейха мы, да, будем отмечать Пуром, то есть этот свиток никогда не исчезнет. И дай-то Бог, чтобы действительно еврейский народ достоился, чтобы мы радовались этот Пуром, чтобы мы продолжали Пуром праздновать в Эрец Исраэль. И я ещё раз хочу пожелать всем нашим слушателям, зрителям, всем семьям, всему еврейскому народу счастливого Пурома, и чтобы у нас было много радости. Спасибо за внимание.